здравствуйте друзья с вами как всегда александр смолин сегодня вторая часть из серии видеороликов ремонт ванной комнаты и туалета от и до сроки ремонта немножко затягиваются по двум независим от меня причинам первое нет еще коллекции плитки которая будет уложена на стены и вторая главная причина это вышла маленькая незадача с ванной а именно ванна бракованная чтобы не затягивать видеосюжет сегодняшний кому интересно смотрите пожалуйста про ванну отдельный видеоролик перед кидроизоляции стен сначала необходимо выполнить работы по прокладке электрических кабелей в данном конкретном помещении это удобно делать после выравнивания стен штукатуркой так как делать штробу штукатурки намного проще и быстрее чем кирпичной стене делаем разметку при помощи лазерного уровня или правила с уровнем чтобы было меньше пыли подключаем пылесос к штроборезу и по нанесенной разметке делаем пропил штробореза на нужную глубину далее перфоратором удаляем все лишнее укладываем кабель в штробу и замазываем раствором в данном случае штукатуркой только после раскладки плитки мы сможем определить точное расположение отверстий для блока подрозетников блок будет состоять из четырех позиций терморегулятор теплого пола выключатель освещения на зеркало выключатель вентилятора и розетка также делаем штробу и прокладываем кабель для освещения над зеркалом и кабель для розетки стиральной машины после того как заказчик определился с типом вентилятора мы приложили кабель с необходимым количеством жил для подключения вентилятора с таймером и датчиком влажности заказчик попросил произвести монтаж теплого пола перед укладкой плитки на пол в ванной комнате когда у них происходил ремонт на кухне был сделан теплый пол 9 метров квадратных под плитку с использованием вот такого вот устройства это инфракрасный нагревательный мат количество нагревательного мата при ремонте кухни была закуплена с небольшим запасом что в последующем можно было использовать для ванной комнаты чем мы сейчас и будем заниматься отрезаем лишние сегменты нагревательного мата при помощи термоусадочной трубки выполняем двойную изоляцию на свободных концах нулевого и фазного проводов термоусадочная трубка при нагреве феном плотно обжимает и изолирует провода я купил в магазине необходимые комплектующие для подключения оставшегося нагревательного мата к терморегулятору, а именно кабель ВВГНГ, гильзы в термоусадочной трубке и дополнительную термоусадочную трубку. При помощи гильзы в термоусадочной трубке и дополнительной термоусадки большего диаметра соединяем кабель ВВГНГ с кабелем нагревательного мата. Датчик температуры, который идет в комплекте с терморегулятором, вставляем в гофру. Определяем местоположение гофры в стяжке таким образом, чтобы датчик располагался между нагревательными стержнями. Делаем штрабу для гофры, хороним ее в стяжку и фиксируем тем же раствором, из которого делали стяжку. Нагревательный мат будем укладывать в слой плиточного клея, что предусмотрено производителем. Для этого малярным скотчем фиксируем мат на теплоотражающем материале. А чтобы плитка держалась крепко, вырезаем сегменты теплоотражающего материала между нагревательными стержнями. Мы определились с местоположением нагревательного мата, но прежде чем приступать к укладке плитки на пол и стены, необходимо произвести гидроизоляцию пола и стены. Для этого мы будем использовать специальную ленту с сеткой и тонкослойную гидроизоляцию на цементной основе Zika 101A. Перед нанесением гидроизоляции поверхность стены необходимо увлажнить водой до насыщения любым удобным способом – валиком или краскопультом. Готовим раствор для гидроизоляции согласно инструкции, указанной на упаковке. На 25 кг сухой смеси необходимо 5,5 литров воды. Смесь готовится постепенным добавлением порошка в воду при постоянном перемешивании венчиком, закрепленном в перфораторе или дрели. Размешивание должно производиться на низких оборотах в течение 5 минут до получения однородной массы. В первую очередь проклеиваем углы стен специальной лентой с сеткой. Для этого шпателем или кистью жесткой щетины наносим раствор в места прилегания ленты. Прикладываем ленту в промазанный гидроизоляцией угол и прижимая ее длинным шпателем, вторым шпателем приглаживаем сетку к стене. По такому же принципу проклеиваем углы между полом и стенами и углы стен. После этого кистью, шпателем или кельмой наносим гидроизоляцию в два слоя. Время жизни раствора составляет 25-30 минут, так что учитывайте этот момент перед приготовлением смеси. Первый слой необходимо тщательно втирать в основание поверхности пола и стен. Второй слой наносится перпендикулярно первому через 3-6 часов после первичного отвердения первого слоя. Время первичного отвердения зависит от температуры и влажности в помещении. После того, когда вы закончили наносить гидроизоляцию в два слоя, за ней требуется небольшой уход. Пол надо укрыть пленкой полиэтиленовой, а со стенами 1-2 раза в день брызгать, смачивать их водой. Так на протяжении 2-3 дней. И тогда вы достигнете максимального эффекта от данной гидроизоляции. Плюсы данной гидроизоляции какие? В случае какой-то катастрофы. Мы защищаем финишную отделку стен в смежном помещении. Смежное помещение это туалет. Более того, данная гидроизоляция обладает двухсторонним барьером. Мы предохраняем наше помещение от попадания влаги под плитку извне. Допустим, данная стена у нас уличная стена. В случае каких-то там катаклизмов, вода не попадет под плитку извне. То же самое, если у нас за стеной находятся соседи и у них что-то случилось, вода не попадет под плитку. Это плюсы данной гидроизоляции. После полного высыхания гидроизоляции положили нагревательный мат на выбранное заранее место и выложили плитку на пол. Нагревательный мат находится в слое плиточного клея. После этого мы установили ванну по уровню и закрепили ее к стене. Для надежности наносим герметик в места прилегания в ванны со стенами. Параллельно с ремонтом ванной комнаты мы производили работу в соседнем помещении, в туалете. Вот так выглядело данное помещение до начала работы. Первым делом мы демонтировали старый унитаз, проложили трубы канализации для подключения и инсталляции. Демонтировали старые трубы холодного и горячего водоснабжения. Выполнили сварочные работы для подсоединения труб из полипрепилена к стоякам горячей и холодной воды. Затем установили запорные вентили, косые фильтры грубой очистки, счетчики, фильтры тонкой очистки. Также установили инсталляцию, выровняли стены штукатурки по маячкам и зашили инсталляцию гипсикартоном. На полу в туалете будет покрытие из пробки, которое по задумке должно быть в одном уровне с полом в прихожей. Поэтому нам пришлось снять часть слоя стяжки, так как первоначально уровень пола в туалете был выше уровня пола в прихожей на 30 мм. После частичного демонтажа стяжки, глубокие ямы в полу мы заделали быстротевлеющим равнителем, который мы использовали для изготовления стяжки в ванной комнате. Перед заливкой пола, самовыравнивающейся смесью, поверхность пола необходимо пропылесосить и загрунтовать. Я использовал грунт Zico Primer Pro. При сильной впитывающей способности основания необходимо нанести второй слой грунтовки после полного высыхания первого слоя. Грунт можно наносить валиком, кистью или краскопультом. После высыхания грунта закрепляем по периметру стен демпферную ленту при помощи степлера или малярного скотча. Наливной пол будем делать, используя сухую смесь на цементной основе Zico Level Universal. Данный материал предназначен для устройства тонкослойных самовыравнивающихся стяжек с быстрым набором прочности. Раствор готовим согласно инструкции на упаковке. Наливаем 5,5 литров воды в емкость для замешивания и при постоянном перемешивании миксером на низких оборотах медленно добавляем сухую смесь в емкость с водой. После добавления всего материала перемешиваем смесь еще в течение 2-3 минут до получения однородной массы. Затем даем раствору выстояться в течение 2 минут и перемешиваем заново. Приготовленную смесь выливаем на поверхность пола. После застывания смеси проверяем результат. Кстати, по данному полу можно ходить уже через 4-5 часов. Выровняв пол, мы произвели монтаж пробкового покрытия. Накрыли пробку картоном, чтобы не повредить ее при последующей укладке плитки на стену. По задумке заказчика нижнюю часть стен мы выложили плиткой, а верхняя часть стен это фактурная шпаклевка. В туалет также установили раковину со смесителем, причем смеситель с гигиенической лейкой. На этом все. Спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Александр Смолин. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры подогнал «Симон»!